Доброе утро. Я уже проснулась. У нас 8 часов. Сегодня суббота. Типа выходной, но на самом деле нет. Ты что? Туалет. Иди сюда. Иди-ка. Скорей. Иди-ка. Иди. Мой заяц. Непослушный хулиган. Такой ласковый бывает периодами. Прям очень-очень-очень. Я завтракать. Мы вчера все вилки потратили. Ну, ужинали к маме, отнесли мыть. Я сегодня ложкой ем кофеечек. У меня бы такое уж тем приятно. Мамы ходили на кладбище. Бабушки. Нет, Сережа. Сейчас пришли. Уже дождь пошел. Короче, намокли чуть-чуть. Мокро. У нас уборчиком занимается. Я тоже там в кухне все убрала. Перемыла. Сейчас поставила вариться все на мимозу. Вот пришла. Буду резать лук. И почему-то мне в мимозу захотелось огурец добывать. Я не знаю. Захотелось что-то свеженького такого. В общем, будет у меня там в мимозе еще и огурец. Короче, у нас уборка. Готовка. Вот сейчас сделаю быстренько и, наверное, на заработку сяду. Я по своей вообще структуре, по своему характеру очень всегда люблю учиться. Ставить какие-то новые цели перед собой, что-то новое изучать. Ну, в общем, у меня иногда, если что-то не получается, я прям злюсь на себя и хочу это все-таки научиться делать. И вот один из моих бзиков таких это было мелко резать лук. Я всегда, когда его режу, он у меня весь просто расъединяется, расслаивается, начинаю резать. У меня получаются какие-то непонятные куски. Я мельчу он. Короче, у меня никогда не получалось. Но теперь я прям на себя злюсь. И когда я режу лук, я стараюсь прям очень мелко. Сейчас покажу, что у меня получилось. Смотрите, вот, в принципе, мелко огурец. Но лук вообще просто очень мелко, мелкими кубиками. Короче, я довольна собой. Есть у меня тут тоже такие, кто психует, когда что-то сильно не получается. Вот нарезала лук и огурец. А у меня варится картошка, морковка, яйца на салат. Вот. Не знаю, в каком салатнике сделать. Много будет, нет? Пока не могу понять. Так, яйца закипели. Надо, кстати, будет как-нибудь вон ту штуку помыть в плите. Так. Здесь тоже все варится. Круть. У меня есть салатник с сердечком. Думаю, в нем, но боюсь, что вдруг будет мало его. Ну, в общем, вот как-то так. Получилось. Уф. Красивая. Розочки сложила из остатков морковки. По-моему, прикольно. Слушайте, как шумит дождь. Мы поделали дома все дела, и мы хотим гулять. Вот, ну, блин, дождик, конечно, стильный. Взяли зонтик с собой, собрались. Сыгеры рядом с Кэй. Вот. Посмотрим, короче, надолго ли нас хватит, но хочется развеять. Мы гуляем, уже вроде дождик даже стих. Прикольно так пахнет дождем. Мы решили опять тут по мосту пройтись. Короче, недалеко. Классный зонтик у меня, да? Такой красивый, подходит под шарфик. Ты далеко снимаешь, поближе куда иди. Кушай травку. Боишься? Уже не боится коровок. Я не боюсь, я просто хочу небо заснять еще. Посмотрите, какое небо. Классное. Такое черное. Короче, дождь, можно сказать, ушел от нас, да? Обошел как-то так покапал, и все. Иди ты. Я хочу ближе, пожалуйста. Кучи ли бедных коров, они уже шли. Мауренка. Гордая такая сучка. Пошли. Пошли, да. А тут теперь гуси. Кстати, был такой случай, когда гусь у бабушки укусил Димку за живот. У него даже до сих пор жрал. Я говорю Игорю, что гуси сейчас будут делать так. А он не верит мне. Хотя они с хозяином, может, не будут так делать. Хорошие, серые, да? Гуси. Опять возле школы. А вернее, уже на территории. Еще раз решили пройти с ним в субботу. Никого нет. Спокойно. Фотичку сделала. Просто в прошлый раз мне фотка не очень понравилась. А я, может быть, хочу что-то выложить со школы и написать что-нибудь про нее. Ну, в общем, мы прогулялись. Там сторож. Там, короче, теперь калитки нет. И там делают закрыт стадион. Прикольно. Так что мы, получается, как бы нажатно освещаемся. Короче, уже давно нагулялись. Пришли, я что-то давно не снимала. Мы сели ужинать. У нас сегодня гречка с колбасками, мимоза, огурчики. Дуды смотрим. Хотели фильм посмотреть. Батя. Вот, но это... У нас нет его скачет, но долго скачет. Короче, у нас еще сегодня с мамой холостяк. Так что всем приятно, кто кушает.